Здравствуйте, друзья! Зовут меня Дмитрий. Приветствую вас на канале Сельская Жизнь. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать интересные и полезные видео. Сегодня я расскажу о своем опыте выращивания ялтинского лука. Сразу скажу, что был у меня как очень успешный, хороший опыт, так в этом году не очень успешный. Об успешном опыте сможете посмотреть по подсказке, которая появится в правом верхнем углу вашего экрана в конце видео. Лук ялтинский я уже сею не первый год. Почему я решил его посеять? Это было просто так интересно, вырастет ли в наших условиях, напомню, это север Украины, ялтинский лук сладким, такой, как он есть в Ялте. Сразу хочу сказать, те, кто были в Ялте и пробовали ялтинский лук, то, наверное, вы ели разный лук, который и не очень сладкий, а горький. Скажу честно, откровенно, что многие разы я пробовал ялтинский лук, покупали на рынке, который был дешевый, дорогой, но весь этот лук был с горчинкой. Есть такое мнение, что поскольку этот лук сразу вырвут с горядки, что нужно, чтобы он чуть полежал и стал, тогда он станет слаше. Но потом эти мифы я размещал. Впервые я попробовал лук, который был приобретен не в Ялте, хотя он назывался ялтинским луком, то есть с виду он был полностью ялтинский лук, то есть все как не может быть, листочки, лепесточки и так дальше. И этот лук был сладкий. И в тот же год я приобрел в Ялте на рынке семена и посеял лук сначала рассаду, потом высадил рассаду. Я был очень удивлен, что у нас на севере этот лук вырос намного слаше, чем тот лук, который я пробовал непосредственно в Ялте. Видео об этом также можно будет посмотреть в плейлисте, подсказочка на меня будет в описании к видео, называется плейлист «Ялтинский лук». Я тогда, тот же год, мне очень стало интересно, я уже начал снимать видео и стало интересно, то есть увидел видео канала Александр Ялтинский лук, который живет и выращивает лук в Запрудном. Это возле Ялты, потому что вы знаете, что лук, который считается ялтинским, выращивается в Голубом заливе из села Запрудное. Вот, я увидел, где она продает, на площадке Вайданили, то есть я приехал туда, там продавали ребята лук, оказалось, что это не от Александры. Я купил у них лук, уже хотел уходить, как приехал отец Александры. Я купил также у них лук и хочу вам сказать, что дегустация нескольких луков, лук, который был куплен на рынке, то есть вообще он был пекучий, горький, ничем не отличался от репчастого, ну, мой чуть слаже, то есть от салатного лука, скажем так. Лук, который был приведен в парней, которые утверждали, что они тоже с Запрудного, лук они дали мне очень крупный, он был сочный, но он был также пекучий. Тот, который был куплен в Александры, ялтинский лук, он был сладкий, намного слаже, но он ничем не отличался по вкусу от того лука, который был выращен у меня. То есть я сделал для себя вид, вывод, что сладкий ялтинский лук можно выращивать не только в Ялте. У меня есть определенные мысли, почему он у меня вырос сладким, да, и возможно, да, если вам интересно, подписывайтесь, я еще в следующем году проверю, если это подтвердится, потому что один раз это случайность, два раза это совпадение, а если три, это уже закономерность. Поэтому в следующем году, если вам интересно, подписывайтесь на канал, я в следующем году еще раз проверю, посею лук и расскажу вам, почему он у меня получается сладким, выращивая не в Ялте. Значит, в этом году я посеял семена лука поздно и высадил поздно луковицы, поэтому они у меня выросли, как видите, некрупными. Мало того, что я поздно их высадил, они еще не обрабатывались, то есть я их уже обработал в конце июля, я снимал видео, после середины июля, где-то так, да, я снимал видео, об этом рассказывал, показывал, в каких сорняках они росли. А лук – это лук растения длинного дня, и он растет, когда большой светловой день, когда становится мельче, он уже перестает расти. Я был уверен, что у меня не вырастет большой, но все-таки я попытался это сделать. Также, не помню точно, когда, когда я высаживал вот эту рассаду, я посеял просто в землю, в рядку семена лука с таким как бы мыслями, что если он и не вырастет, то будут такие семена, как сеянцы лука для подальшей посадки. Вот такой сеянцы, да, тут видите, что уже некоторые попрорастали, часть, конечно, лука потерял, потому что я его сейчас, вот, смотрите, видите, уверен, что не все собрал, вот, потому что, вот, смотрите, смотрите, сколько еще осталось. Вот, часть высохла, часть смотрю, что какая-то, по крайней мере, одной луковицы я видел, вот здесь прям, вот здесь торчал какой-то жук, и я ее уводил, то есть он выел всю серединку. Вот, вот, то есть часть уже проросла. Я не уверен, что к весне этот лук я смогу сохранить, потому что только несколько луковиц в предыдущем году у меня удалось к весне сохранить, и более-менее, чтобы они были целые. Это мелкий, ну, то есть знаю, что обычный лук, когда мы сохраняем, в наших условиях он высыхает, либо в нее, в зависимости от того, как сохранять. Поэтому, скорее всего, если все получится, и мы спашем землю на зиму, то я посажу этот лук на зиму, если нет, то тогда буду пробовать делать это весной. Посажу на зиму и укрою его, чтобы он не замерз, либо похуже посажу. Вот такая история. Поэтому лук, который выращивался у нас, он есть сладкий. Хотя, честно говоря, лук, который мне передавали в этом году с Ялты, потому что в связи с карантином съездить в Ялту в этом году так же не получилось. Но лук, который передавали в этом году с Ялты, возможно, в связи с большими дождями и ливнями, которые были в Ялте, лук был сладкий весь, даже тот, который покупался на рынке. Я уверен, что, то есть я сейчас утверждаю, да, то есть у меня уже два года закономерности, что лук выращен, у меня он есть сладкий. И я знаю, как бы у меня есть гипотеза, почему, то есть еще раз проверим. И если все будет отлично, то в следующий год, после уборки урожая, я вам расскажу, какой, ну, что нужно делать, чтобы и у вас вырос сладкий ялтинский лук. Семена, которые я съел, мне предоставила Александра, передала, с канала Ялтинский лук, за что и большое спасибо. Лук сладкий, не очень сочный, потому что видите, что он маленький, его никто не поливал и плохо обрабатывал, потому что он рос в сорняках. Как он рос, можете посмотреть у меня на канале в плейлисте Ялтинский лук. Поэтому, если вам интересно знать, как вырастить ялтинский лук в себя, дома и с семян, чтобы он был сладким, подписывайтесь на канал и следите за видео. Всего вам доброго, успехов, до встречи в следующих видео. Спасибо.